Здравствуйте, ребята! Меня зовут Поморин Иван, профессиональный кинооператор, преподаю в Институте кино и телевидения ГИТР, снимаю кино, сериалы и многое другое, то, что вы видите по телевизору. Давайте для начала познакомимся, поднимите руки, сколько здесь фотографов? Раз, два, три. А сколько здесь человек, которые видео снимают? А те, кто не поднимают руки, чем занимаются, интересно. Любопытно все равно, что пришли. Я думаю, что вы, наверное, сегодня что-то для себя новое увидите, откроете. Значит, это мастер-класс, который посвящен дополнительному оборудованию от компании Avenger, от компании Manfrotto, дополнительному оборудованию под названием GRIP. Кто знает, как переводится GRIP? Фотографы что скажут, что такое GRIP? Вот, вот все фотографы думают, что GRIP – это глубина резко изображаемого пространства, и так мы ее действительно в русском называемое часто употребляем. На самом деле, значит, слово GRIP от английского «крепить» глагол «крепить», «грипповать», то есть на всем, что крепится и зажимается, написано GRIP. Вот этими четырьмя буквами в профессиональном фильмопроизводстве, собственно, называется дополнительное оборудование, которое помогает оператору, осветителю и прочим людям достигать разных совершенно целей. Причем GRIP на помощь приходит не только там оператором-осветителем, даже реквизиту где-то что-то нужно зажать. Есть две компании, которые занимаются GRIP. Это одна и та же фабрика, и даже эта фабрика производит для многих других компаний под разными брендами. Собственно, Manfrotto и Avenger – это один и тот же производитель, который находится в Италии и делает очень хороший вот этот самый GRIP. Это самое дополнительное оборудование, которое используется в кинематографе. Этот GRIP, он был на протяжении, на самом деле, многих-многих лет и в Советском Союзе, в советское кино. Его привезли из Голливуда, из Эйнштейна и Алексеев, когда ездили туда учиться. И вот если я вам буду сегодня показывать презентацию на картине «Весна», вы увидите там сеточки, флажки, которые стоят в кадре. Это все тоже использовалось. Итак, давайте мы начнем с того, что у нас есть наша модель Лика, которая у нас сидит сегодня в кадре. У нас есть один источник света – это Ария двухкиловаттный. У нас есть гаффер профессиональный Костя, который нам будет сегодня помогать вставить все и грипповать, и крепить. И мы будем с вами плясать от одного источника света, от этого двухкиловаттного Ария. Достаточно мощный источник света. Кость, давай развернем, покажем, что это за приборчик, не включая пока в глаза. Это прибор с линзой Френеля. Соответственно, у него стоит двухкиловаттная лампа. Линза Френеля чем от обычной линзы отличается? Знаете, в чем разница? Обычная линза имеет кривизну, и, соответственно, у нее скорость света в центре линзы и по бокам линзы разная. И вот в кино линза Френеля используется не так просто. Она используется ради того, чтобы прибор А был легче, потому что линзы могут быть большие, здесь достаточно большая линза, и Б для того, чтобы прибор не имел такой цветной радуги по краям, ободочка, так называемой хроматической аберрации, чтобы не было вот этой вот радуги. Те производители, которые делают приборы с линзами, именно с линзами, где стоит не линза Френеля, а обычная выгнутая линза, они хитрым образом матируют эту линзу, чуть-чуть как бы расфокусируя поток, но все равно эта хроматическая аберрация радуга присутствует. Вот, давайте мы включаем этот двухкиловаттный приборчик на портрет и будем смотреть, что мы тут можем получить. Давайте выключим свет. Можно потушить, да? Вот. У нас с вами достаточно жесткий сейчас рисунок. Любой фотограф скажет, что это такое. Подвинем прибор, вот, и немножечко выше по штативу можно чуть-чуть. Вот мы начали получать классический рембрандтовский свет, да, рембрандтовский треугольник, так называемый, потому что Рембрандт очень любил так рисовать. Но у Рембрандта еще очень всегда красиво притемненные фоны, поэтому, Кость, давай шторочкой с фона подсоберем, чтобы только наливка проходила у нас. Вот, да, вот это у нас уже... Ну, чуть-чуть-чуть откроем немножко. Вот у нас уже какое-то подобие чуть-чуть рембрандта получается по освещению. Теперь давайте мы добавим к этому еще отражатель, да, давайте мы теневую сторону поработаем. У нас есть два отражателя, побольше, поменьше. Давайте начнем с большого. Поставим на теневую сторону. Вот, мы начинаем немножечко тенюшку поднимать. Можем, да, чуть-чуть прибор еще туда подвинуть. Вот у нас уже с вами появляется заполнение. И мы с вами до сих пор прыгаем от одного источника света. Теперь мы можем к этому источнику света добавить еще моделирующий. Давай с сильверочком сделаем контровой снизу, вот оттуда, от стоечки. Идея в том, что у нас один источник света. Мы сейчас будем обрастать с вами при помощи всего того, что называется гриб. Мы будем обрастать, обрастать, обрастать. И только из одного источника света будем делать уже что-то интересное. Вот, давай покажем, кстати, вот это. Значит, вот это ластолайтовский отражатель. Сюда вкручивается палец. Значит, смотрите, поскольку хоть и европейцы делают этот гриб, но стандарты американские, обозначение идет в дюймах. Здесь у нас резьба 1,25 дюйма, здесь резьба 3,8 дюйма. Вот такой переходничок. Лайд диск, отражатель очень многим кому знаком, да, много кто с ним из фотографов работает. Но вот это вот такой более киношный вариант, более жесткий и с возможностью крепления. Так, сейчас мы его на контровой поставим. Но мы сделаем контровой такой хитрый, низкий. То есть мы сделаем моделирующий такой свет, прям бличком-бличком. Вот это чудо называется Систент. Про него, к сожалению, очень мало знают фотографы. Кто из фотографов знает про Систент? Поднимите руки. Раз, два, три. Отлично. Вот. Это, так скажем, многофункциональный штатив. Чем он отличается от других стандартных стоек, на которых вы привыкли работать? У него ноги достаточно низко расположены, да, то есть мы можем даже большую раму поставить, она нам не будет мешаться. То есть если мы захотим на вот этих стойках вот эту раму повернуть, например, это у нас будет не рама, не фон, а отражатель. Или вам понадобится угол какой-то сделать. Здесь у вас будет ограничение. Вы будете, поворачивая раму с фоном, цепляться за стойку. На Систенте у вас есть возможность ее повернуть, она не будет мешаться. Плюс стандартный кинонабор Систенда – это Систент, собственно, который из себя представляет вот эту стойку. Это конкретно сороковой. Систенты, они бывают разной длины, бывают двадцатки, короткие, тридцатки, чуть подлиннее – сорок и шестьдесят. Ну, шестьдесят редко достаточно используется в павильонах каких-то. Самые ходовые в кино используются – это сороковки и двадцатки. Двадцатки, потому что их удобно носить, сороковки, потому что они достаточно высокие. Дальше на эту конструкцию мы сажаем гриппхед. Вот такой дополнительный приборчик. И экстеншн. Экстеншн в переводе с английского называется вынос. Здесь стоят специальные такие хитрые прокладочки из специального материала, которые позволяют прижать эту штуку достаточно хорошо. Но всегда он должен быть на закрутку. Плюс еще нужно использовать сэнбэк для него. То есть плюс этого штатива, что он такой мобильный весь, поэтому необходимо всегда использовать мешки. Мешки наполняются песком, кто-то наполняет мешки дробью металлической. Тоже это хорошо, потому что у песка самый большой минус, хоть его в кино очень часто используют, что мешочки начинают прорываться, и из них высыпается. И всегда потом осветители бегают с полиэтиленовыми пакетами, убирая это, чтобы из песков не высыпалось. Поэтому более предпочтительный вариант. Эти мешки продаются пустыми. То есть вы когда мешок покупаете, он хоть называется сэнбэк, но он идет без песка. Кто-то дробью набивает, кто-то камушками даже с пляжа откуда-то привозит, значит, галечку какую-то мелкую. Я знаю осветителей, которые коллекционировали старые копеечные, двухкопеечные монеты, и мелочью набивали эти мешки. Тоже они тяжелые, хорошие, и не рассыпаются. У нас на систенде, на таком замечательном, соответственно, сейчас отражатель, который сбоку стоит, поэтому очень удобно им работать. Еще про систенды вам расскажу. Бывают два вида систендов. Бывают систенды... Вот это гуляй нога у нас? Нет. Это база. Давай отключим, покажем базу. Вот этот систенд разбирается на две составляющие. Во-первых, мы даже в штатив можем вот это доставить, вот в ту стойку, и использовать, как бы наращивать в определенных пределах. А вот это иногда используется как база под осветительный прибор. То есть мы это тоже используем. Вот гуляй нога у нас выглядит вот так. Собственно, для чего это надо? Давай стульчик поставим сюда рядышком. Вот, например, вы на какой-нибудь лестнице снимаете, и вам нужно прибор разместить хитро. Вот смотрите, что делать. Раз. Вот эти черные систенды, они студийные, и есть и гриппхеды черные, и есть экстеншены черные. Обычно черную серию очень любят фотографы, потому что она полегче. Но она и одновременно более хрупкая. То есть не то, что хрупкая, это все равно надежное, очень такое тяжелое оборудование. Но при жесткой эксплуатации, вы при больших нагрузках через какое-то время поймете, что у вас там экстеншен начинает прогибаться. То есть вот серебристые, серебристые, как бы серия, тут другой сплав использован. Это все более жесткое и лучше нагрузку держит. А здесь, видимо, какая-то примесь алюминия существует в сплаве. То есть они легкие, но они при этом, так скажем, для супертяжелых нагрузок, они менее предпочтительны. Все равно мы их в кино используем, и много кто любит, как бы они красивые. Мы сейчас вот с практической историей, с рисуночком закончим. Поставим, выставим схему света. И потом я включу презентацию, покажу вам железок побольше, чуть-чуть диапазон, который на киносъемочной площадке мы используем, побольше рамы, потому что, конечно, мы не все сюда смогли принести. Но это будем вам показывать. Так, этот мы забираем. Так, теперь, наверное, имеет смысл показать, можно сказать, большой экстеншн. Давайте мы покажем журавль, что у нас может быть. Журавль, в принципе, это тот же самый экстеншн, но только более мощный. Вот эта стойка, она состоит из двух компонентов. Это хай-роллер, ноги так называемые, и, соответственно, бум. Вот эти бумы есть поменьше, побольше. Это ближе всего к джуниор-буму. Вот 2 киловатта все равно, несмотря на то, что у нас здесь нагрузки нет, мы на него не будем ставить, не будем как бы рисковать. Чего мы можем на него повесить? Давай флажочек повесим. У меня есть идея, давай повесим кость, давай вот отсюда поставим, с этой стороны, и мы раму на него повесим, и сейчас будем текстиль туда использовать. Значит, вот эта модульная рама, которая собирается, это такой жесткий отражатель. Для чего жесткость нужна? Когда вы на природе работаете, на натуре работаете, вам нужно обязательно обеспечить крепость этой рамы, чтобы ветром это не колыхало. Смотрите, вот этот текстиль называется soft diffusion. И это мой любимый рассеиватель, потому что у него такая структура, клеточка. Смотрите, я сейчас на руках буду его показывать, как он работает. Вот мы близко к прибору поставили, мягкий свет стал. А смотрите, насколько он сейчас еще красивше будет, если мы понесем, понесем, понесем. Видите, какой красивый? Вот. И чем толще текстиль, тем он будет мягче работать, если вы ближе располагаете. Давайте мы сравним, вот это хороший пример будет. Это тоже плотный текстиль, шелк просветной. Но согласитесь, что тот мягче работает, да? Текстиль гораздо. Вот. Это за счет структуры. То есть даже несмотря на то, что этот сейчас еще у нас больше света съедает, и несмотря на то, что он более плотный, но тот текстиль, он работает в... У него рассеивание вот такое, то есть во все стороны. Прямо сильно-сильно. Вот за счет вот этой вот сеточки. Поэтому давайте на красивый женский портрет мы сделаем все-таки soft diffusion. Хочу сказать, что есть много других производителей гриппа, в том числе и китайские, и тайваньские, но вот Манфрота и Эманджер, конечно, они качество держат, и очень страшно, если, не дай бог, что-то где-то открутится и на кого-то упадет. Это такие железки, на которых всегда стоит что-то над актерами, что-то висит в кадре такое тяжелое. Давайте дальше идти по рисунку. Вот у нас мы поставили, у нас так все замечательно. У нас есть засветочка на фон. Они очень красивые. Вот видите, вот мы флажочком отдельно маленький паразитик закрыли. Вот эти флаги бывают... Это маленький флаг, бывает побольше размером, бывают совсем большие. Бывают специальные металлические флаги, для того, чтобы вы когда ставите рядом с очень мощными приборами, там направленными, типа парлайта, чтобы этот флаг не сгорал. Есть и металлический флаг специальный, в кино используют. Но фотографы в основном с такими работают. Так, теперь у нас есть сеточки. Зеленые. Есть еще какие-то краски? Вот, сетки бывают, маркируются они вот здесь такой цветом рамочки. Это зеленая сетка, она одинарная. Если красная сетка, это двойная сеточка. То есть, одинарная сетка где-то у вас снимет одну диафрагму, а красная сетка... Ну, нет, наверное, одинарная сетка пол диафрагмы, красная сетка одну диафрагму снимет. То есть, там просто текстиль в два раза плотнее. Есть белая сеточка, это из белого текстиля. Сейчас тоже мы с ней посмотрим. Вот, кстати, очень красиво, видите, диффузион на камере. Открыть. Очень красивый рисунок получить. Софт-фильтр такой. Кстати, из черной сетки тоже будет не хуже ничуть. Смотрите, как красиво. Можно как фильтр использовать. Вообще, самый замечательный смягчающий фильтр на объектив – это женские чулки. Можно их подбирать по плотности. Поэтому операторы знают, что такое ДЕН. 40 ДЕН, совсем мягкий портрет. 20 ДЕН. Это часто. В принципе, сетки реально упаковываются профессионалами, упаковываются даже в стекла. То есть, есть производители, которые специальные профессиональные фильтры сетками как бы производят, и как диффузионные они используются. Что мы с сеточкой можем? Смотрите, я хочу, например, сделать чуть-чуть больше акцент на глаза. Видите, я чуть-чуть с лобика снял, да? Но жесткой тени у меня нет при этом. Вообще, все, что мы ближе к прибору ставим, сразу тень у нас получается мягче. Видите? Вот в случае с сеткой, как бы с рассеивателем, со всеми. Ближе к модели мы ставим, у нас будет более жесткая тень. Опять же, ближе к прибору он будет мягче. Ближе к лике будет более жесткая тень. Мы можем взять другой флажочек с вами, который называется катер. Это тот же самый флаг, но в другой форме. Вот это называется катер. Катеры бывают 10 на 42, если мы в дюймах говорим 18 на 48, и 24 на 72. Вот это самый маленький. И вот поскольку у нас свет мягкий, от катера вы уже увидите разницу. Да? Есть. Вот у нас такой чуть-чуть притемненный портретик получился. Лобик мы притемнили. Так, теперь давай попробуем ещё поближе контровой подтянуть. Вот, да, вот у нас контровой есть. Да, кстати, сверху сейчас хорошо. Сейчас, наверное, много, да? Чуть-чуть. Вот мы с вами поставили достаточно много отражателей. Но вообще в кино операторы профессиональные очень любят работать с пенопластом. Пенопласта у нас сейчас нету здесь, но есть вилка для пены. То есть, для чего такая вилочка нужна? Берёте просто на строительном рынке, покупаете пенопласт, вбивается туда эта пена, вилка в эту пену, накручивается сюда, можно палец тот же самый взять, накрутить, и зажимается в грибхед, и ей очень удобно как бы работать. Обычный пенопласт проклеивается, вот у нас здесь сильвер, да, такой наклеенный, мы проклеиваем фильтр такой, серебряный фильтр, тоже сильвер-вайт, да. То есть, это будет фактически вот такая же рамочка, только эта рама, она складывается, она перевозится, да, она такая более мобильная. А пенопласт, почему так любят операторы, несмотря на то, что вот есть такие девайсы очень удобные и хорошие, пенопласт, он сам по себе ещё имеет такую фактуру, мелкозернистую. То есть, вот как Light Grid, как Soft Diffusion, который вот как клеточка рассеивает, да, дополнительно свет, пенопласт тоже имеет эффект вот этого замечательного такого дополнительного рассеивания. И пенопластами и маленькими мы пользуемся, и метр на метр. Другое дело, это требует машины. Эту раму вы сложили и поехали на съёмку, как бы разложили, текстиль поменяли. Пенопласт, вот он там, как метр на метр он у вас есть, так вы его никуда не денете. Пенопласта обычно проклеиваются тейпом. Есть тоже, давай, Костя, покажем тейп. Замечательную вещь, про которую не все фотографы знают, но вот сейчас начали активно как бы это использовать. Ну, это обычный, что такое тейп? это обычный скотч армированный, да? Есть, в принципе, можно дешёвый вариант купить в строительном магазине, называется скотч, он технический, да? То есть, он армированный, он отрывается, вот, соответственно, вы можете что-то приклеить куда-то. Нельзя, этим скотчем нельзя, например, на приборы ничего клеить на шторке, потому что он расплавится. Хотя есть, на самом деле, профессиональные, есть и специальные высокотемпературные тейпы, которыми пользуются, но всё равно мы постараемся ничего туда не клеить, потому что там остаётся, остаётся, соответственно, следы. Вот этим тейпом я не зря его взял, когда рамы проклеиваются какие-то с фильтрами, когда используются, короче говоря, пенопласты, обязательно краешки вот этих пенопластов по периметру проклеиваются этим тейпом. Кто-то скажет, что дорого, зато это гораздо дольше ходит, также вилка этот пенопласт не разбивает, и вы можете вилку из одного пенопласта достать, засунуть в другой пенопласт, и так использовать это по кругу, это, в общем, намного продлевает срок службы. Есть такая карикатура, я вам её покажу в презентации, очень хорошее пособие по ремонту всего в кино. Там такая диаграмма. Это двигается, да, нет. Должно двигаться, да, ничего не трогай. Значит, не должно двигаться, тейп. Если это не двигается, значит, должно двигаться, тогда ВД-40. Не должно двигаться, не трогай. Это очень хорошая такая наглядная история. Кстати, бывает, что тейпиком даже делаются рисунки. Вот мы сейчас теперь сделаем окошко. Вот я могу, видите, добавлять какие-то тенюшки ещё. Уже перекрестие окна у нас получилось. Можно ещё одно добавить. Вот. В общем, тейп, это при помощи тейпа и ВД-40 делается всё в кинематографе. Ещё, чем хороший тейп будет отличаться от сантехнического скотча, который вы в строительном магазине покупаете, у него правильная клеевая основа и сантехнический скотч вам придётся потом с приборов или со штативов очень долго отдирать, а тейп хороший, он следов не будет так выставлять. В принципе, даже на некоторых, не пытайтесь это сделать, но на некоторых даже виниловых обоях он нормально отдерётся, не отдерёт обои за собой. Вот он будет крепко держать и при этом, соответственно, будет достаточно хорошо отдираться. Что я ещё вам не показал из гриппа, который у нас есть, это вот такой полезный девайс, называется Magic Arm. Вот давай мы, Кость, сделаем, тем более там есть палец, давай мы вот тот отражатель на Magic Arm поставим. Значит, в Magic Arm бывают двух видов, в Magic Arm переводе магическая рука. В Magic бывают двух видов, бывает Magic, который, значит, закручивается вот так вот руками, бывает Magic, который запирается такой защёлкой, больше осветители и операторы чаще любят вот такой вот, который дольше закручивается, звуковики. Почему про звуковиков говорю, звукорежиссёры очень часто на них крепят микрофоны, любят, которые просто вот защёлочкой закрываются. Чем Magic удобен? он позволяет очень быстро в любое положение подвинуть прибор. такой прибор вы на него не повесите, но с отражателем получается очень удобно работать. Сейчас мы покажем, как это выглядит. Давай нижним, да, попробуем его сделать? Вот. И, соответственно, видите, вот мы плоскость ловим, как бы раз, и всё, и зажимаем. Очень удобно, на него обычно направленные микрофоны звукорежиссёры крепят, но и блогеры сейчас начали, и пушки, и даже если вы за столом сидите, значит, используете, то тоже очень часто крепятся такие штуки. клэмпки где у нас? Клэмп. Клэмп. Вот. Очень удобно. Мэджик часто используется с таким, с клэмпом. Клэмп, он позволяет схватить и за железку обхватить, да, и плоскость. То есть, всё это стыкуется. Соответственно, когда вы одну сторону прикручиваете, а другую сторону вы крепите на клэмп. Им можно очень удобно и плоские поверхности обхватить. Там есть специальный переходничок, который позволяет к столу прикрепить. Тоже это очень часто используется в кино. Про это почему я про эти вещи начинаю рассказывать? Потому что, к сожалению, сейчас гриппа очень много всякого разного. Когда с фотографами разговариваешь, начинаешь говорить, что такое грипп. Глубина резко изображаемого пространства. А какие струбцины вы знаете? Если вы возьмёте каталог Avenger, он безграничный. Вы листаете, не перелистаете. Тут вопрос был про как называется тот или и штатив. В принципе, после сегодняшнего нашего с вами семинара вы должны открыть каталог и уже вы должны понимать, какая железка для чего будет подходить. Что вы с ней сможете сделать. Есть ещё тоже такая очень полезная струбцинка крокодил. Ей же можно и пену схватить и часто достаточно пенопласта как бы ей ухватываются. Ей можно прикрепить ну например мы хотим на контровой сделать на край рамы мы его сейчас прикрепим вот туда и на контровой вот как раз это повесим. Пока кости крепят я вам расскажу ещё про вот эту присосочку. тоже очень полезная опция про которую как бы мало кто из фотографов знает хотя она может быть очень полезна. Соответственно это присоска которая позволяет вам к стеклу крепиться или к какой-то гладкой поверхности к столу. В кино очень часто присоски используются для крепежа на машину камеры или света как автогрип. Единственное что по правильному чтобы эта присоска хорошо бралась чтобы она воздух не подсасывала проливается кока-колой сладким каким-нибудь сладкой газировкой чтобы сахар давал дополнительную фиксацию. И здесь очень важная история вот эта накачивается помпа и она должна быть накачана видите здесь красная меточка такая стоит она должна быть накачана таким образом чтобы соответственно туда воздух не попадал вот если красная метка он показывает что давление маленькое у присоски то есть это индикатор давления если красной метки нету то все хорошо и осветители когда работают с этими присосками они периодически ходят проверяют если красная меточка выпала значит они знают что нужно еще подкачать чтобы она держала вот эти присоски бывают очень большие которые тяжелые объекты таскают но даже снимая в ванной какой-нибудь когда вам к кафелю нужно приклеить контровой прибор и вам некуда просто прицепиться она замечательно работает то есть вы водичкой смочили шик-шик-шик-шик кафелю приклеили все она держит какой-нибудь не очень тяжелый приборчик она будет замечательно держать если вы будете использовать соответственно на стекло на окно например вам надо у вас какой-нибудь лунный свет из окна идет и вам некуда прибор прикрепить а сверху окно у вас не в кадре вы на верхнюю часть окна взяли прицепили эту присоску и на нее прикрепили прибор как бы вывели провода или у вас аккумуляторный прибор тоже в общем это очень удобно они бывают с поворотными пальцами бывают то есть еще площадка есть которая позволяет на ней крепить ну вот это самая стандартная классическая там тысяча сотая присоска которая очень часто используется в автогриппе присосок таких используется очень много вообще разница между фотогриппом и киногриппом можно сказать в количестве приборов в кино очень-очень много железок но это и очень много людей почему потому что фотографы могут позволить себе долго работать над каким-то одним кадром а в кино воспроизводство все стоит очень много денег актеры очень недешевые и для того чтобы соответственно все это быстро хорошо происходило вам надо чтобы было очень много народу и чтобы все оперативно случилось так мы не показали наверное сиклэмп да да сиклэмп это такой монстр но на который совершенно спокойно кстати можно и крепить вот даже такой двухкиловаттный прибор и больше в кино очень часто мы работаем с трубами с фирмой на таких трубах но вот здесь сиклэмп замечательно как бы зажмется да покажу вот сюда я могу даже вот эту двойку спокойно разместить да он поворачивается здесь есть страховочки вот как safety cable то что я показывал во многих да во многих приборах во многих приборах и переходниках есть даже специальный палец то есть вот это у нас какой это 16 этот 28 вот 28 гнездо это большой палец который на приборах используют как на этой двушке да а это 16 палец вот он на ассистендах наверху у нас как раз 16 палец то есть это такие тоже два стандарта как одна четверть и три восьмые дюйма так ну чего давайте мы доделаем портрет давай мы повесим кость давай текстиль вот сюда вот сделаем прищепчики есть да еще вторая вещь которую я вам советую которой пользоваться это прищепки 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 замечательные металлические потому что они не горят но самые классические хорошие применяемые это прищепочки деревянные обычные они не боятся температуры вы ими совершенно спокойно фильтры на шторки осветительных приборов даже высокотемпературных клеите вот и они дешевые но металлические прищепки осветители любят такие потому что они они как бы достаточно долговечные да единственное что деревянная прищепка опять же плюс деревянной прищепки она не накаливается если вы руками без перчаток за нее возьметесь то ничего страшного металлическая прищепка если особенно нету изоляции как бы можете обжечься давай давай перекроем чуть-чуть не уже ушло назад еще 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 ну давай ближе клики и поднимает повыше не перекроем да мы целиком еще назад четко да 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 прямо прямо целиком и фон все контровой у нас есть рисунок у нас есть давайте я вам покажу еще одну схему света которую я очень люблю когда одним прибором мы делаем два рисунка вот смотрите сейчас покажем схему света от одного прибора вот у нас с вами контровой а вот у нас с вами рисунок вот а если мы еще сделаем вот так вот вот видите хотя у нас хотя у нас рисунок всего лишь с одной стороны кость а убери сейчас рамочку можем можем что-то такое поинтереснее сделать вот мне кстати например нравится эффект огня который который делается либо пенопластом либо отражателем если у вас короче говоря да если у вас какая-то свечка например в кадре то можно так делать я очень люблю находить вот такой вот угол то есть более мягкий делать огонь и вот смотрите видите просто чуть-чуть мы живем вот и углом вы можете делать имитацию пламя такого мягкого достаточно ну то есть любят сильвером обычно вот так вот делать но это жестковато как бы можно не очень коммунитарно для женского портрета а если вы беленьким делаете отражателем вот вам пример пример как бы от пламени такого не жесткого от свечки эффекта чуть-чуть задержка идет на на это не могу поймать ну вот так пенопластом будет еще интереснее эффект самое главное в общем в дополнительном оборудовании знать что его очень много всякого разного и не надо переживать как бы гриб позволяет на самом деле если даже у вас один систем один экстеншен один гриб хэд один клэмп позволяет уже все равно очень-очень много чего сделать и достаточно удобно с этим работать вот это замечательная диаграмма про которую я вам рассказывал как все должно работать пособие по ремонту всего чего угодно это двигается нет а должно нет не трогай не должно да vd-40 ну вот такие тележки используют на больших площадках когда много систендов много разного гриппа киношники работают вот с такими штучками где все сложено все должно быть удобнее вот я вам говорил про картину весна Алексеева то есть что посмотрите здесь и сеточки вы увидите на съемочной площадке и подобие систендов там штативы и такие хай-роллеры он затенитель такой хитрый как бы угловой формы у-образной это все потому что Алексеев и Нильсон учились про Нильсона конечно здесь неправильно говорить потому что Нильсона уже в этот момент живых не было его репрессировали оператор который снимал веселые ребята и волга-волга картинам но тем не менее они в свое время привезли этот опыт из Америки фактически все что вы видите сейчас используется на съемочных площадках и у фотографов все когда-то было придумано каким-то оператором лаборатории пошли из кино потому что нужно было что-то прикрепить куда-то вот любая железка она была в свое время сделана каким-то оператором это варианты у нас больших кинопавильонов где есть большие леса то есть вот на эти фермы крепятся осветительные приборы там специальные балки подключения электропитания это вот главкино павильон вот такой павильончик на Амиде тоже там специальные крепежи для того чтобы можно было осветительные приборы сверху повесить поставить вот на балке там и проекторы крепили для сериала скорая помощь все за счет гриппа вот это такая наверное более может быть многим фотографам знакомая история это телевизионный павильон но он решен при помощи таких стандартных лесов которые тоже и Манфрот и Эванжер делают очень много фотостудий реализовано на таких подвесах но какая проблема всегда в павильонах у нас это высота потолков мы всегда хотим приборы выше повесить а потолки нам не дают вот эти армстронги которые тоже место занимают там полметра где-то тоже место съедают иногда даже осветители разбирают эти потолки кусочек потому что там есть место куда еще можно повесить камеру повыше вот это кстати я консультировал телекомпанию одну находящуюся в алмазном крае и они ко мне обратились как бы с просьбой как им высветить сет потому что у них очень много приборов хорошее осветительное оборудование но как им сделать так чтобы не было много теней потому что у ведущего много теней как бы получается от носа как на телевидении любят ставят один прибор есть тень ставят другой прибор чтобы тень просветить ставят еще один еще один еще один вот и в результате я их вывел к тому что а давайте текстиля не было такого да профессионального я заставил их принести белую простынку вот эта белая простынка висит и мы через белую простыню замечательно засветили получился очень мягкий поток хороший хороший диффузион такой это был первый раз когда я к ним приезжал а через год они меня там попросили а что нам купить какой текстиль купить я им уже написал как бы рекомендации и через год мы эту простынку уже поменяли на профессиональный текстиль еще на самом деле конечно простынка от текстиля профессионального будет отличаться тем что текстиль не будет менять так цвет да ну вообще чем больше мы рассеиваем свет тем он теплее становится по цветовой температуре это физика как бы потому что более длинные волны отлетают легче чем более короткие чем более рассеянный свет тем он теплее становится может не супер заметно на глаз но это физика если мы приборами будем замерять он он будет теплее когда вы используете тряпку ну ту же самую простынку какой-нибудь старый она конечно будет еще сильнее желтить вот сейчас мы с вами работаем в принципе в тех условиях когда мы практически сразу подключили к монитору камеру и мы видим селенит теплит прибор есть ли какие-то искажения но профессионально работать с правильным текстилем который который как бы имеет правильное отражение я вам приведу пример когда я в Панаме снимал и мне привезли раму большую сейчас мы до них дойдем вот такая же только побольше рамы модульная гораздо я смотрю на нее она вся желтая я думаю господи как же они вообще с этим работают были осветители из Колумбии как вообще с этим можно работать она ничего не отражает но солнце в Панаме такое в зените что даже вот когда они ставили эту желтую грязную раму она давала столько света и я думаю что господи если бы если бы она не была бы желтая если бы она не была бы грязная что бы вообще бы я с ней делал то есть прям ну очень очень ярко вот поэтому тут оборудование оборудованию рознь в разных условиях как бы используется за рубежом вообще к оборудованию очень хорошо относятся и мы часто технику меняем за рубежом очень часто на съемочных площадках ты видишь очень-очень старые приборы но в идеальном состоянии рабочий может он там где-то поцарапан еще чего-то но до сих пор как бы за каждую единицу как бы трясутся и ухаживают и вообще работа с оборудованием тут большие вопросы как бы кто с этим имеет дело да в чьих руках это бывает поэтому в кино тоже никогда не работают с какими-то китайскими производителями с китайскими приборами потому что ренталам невыгодно чтобы приборы часто ломались сегодня это один осветитель завтра другой осветитель у оборудования должна быть максимальная надежность чтобы оно в прокате себя за долгое время как бы отбивало и чтобы максимально долго отбивало и кстати я вам хочу сказать что по поводу вложения денег если в прокат вот грипп это наверное самое выгодное что в кино до сих пор осталось потому что смотрите камеры каждый год выходят новые вот вы купили она уже устарела как бы через следующий год камер новые оптика тоже быстро меняется потому что размеры матриц камер меняются если про кино мы сейчас говорим там объективы которые прокатывались каждый день уже уже не такие модные свет светодиодные приборы сейчас появляются каждый год выходит что-то новое интересное с чем хочет поработать оператор а вот все штативы все стенды это то что как бы на протяжении многих десятков лет ничего не придумано и это работает стабильно из года в год как бы из картины в картину то есть это так из прокатного бизнеса в технике в киносъемочной это наверное самое выгодное вложение во что можно вкладываться вот такие леса соответственно есть гармошки на которых подвешивается к потолочным системам но этих гармошек есть неудобство что они болтаются есть гармошки такие специальные моторизированные для более тяжелых приборов которые в больших павильонах используются в Мосфильме седьмой павильон такой есть где прибор там и влево и вправо поворачивается на таких на более простых системах делается все вот этими крючочками такими специальными штангами которые у Манфрота и у Эвенджера есть эти штанги дополнительные которыми можно регулировать вложение я вам говорил про трубы очень в кино часто используются фермы профессиональные концертные фермы они бывают треугольные бывают квадратные бывают круглые на них тоже мы на потолке крепим практически все что только можно и нельзя самое такое интересное применение фермы вот вы хотите например прибор повесить над окном ровно чтобы над окном висел причем тяжелый прибор на буме вы уже не можете вывесить его бум прогнется а можно собрать кусок фермы поставить один штатив мощный слева справа и на ферму прикрепить прибор и вот у вас над окнами прибор светит уже в окно заходит хороший свет фермы должны быть хорошо сваренные с гарантией как бы сделанные потому что тоже это все над людьми висит и если где-то не дай бог что-то отломится это очень все чревато фермы обычно из алюминия то есть они не дешевые потому что поэтому это алюминиевый сплав бывают я видела титановые фермы но это совсем дорого но они бывают вот такой риг на картине бегущий по лезвию оператор Диккенс делал вот такой риг вот каждый вот этот вот квадратик это осветительный прибор вот для того чтобы в бассейне получить вот этот вот эти рефлексы вот столько было осветительных приборов как бы задействовано по-моему там 360 киловаттников висело на этом риге по штативам немножечко вам расскажу ну вряд ли фотографы с этим столкнуться но в кино это используется 6-метровые штативы B150 называются если по обозначениям это самый большой как бы тяжелый штатив который позволяет там тяжелый прибор на 6 метров поднять вот есть такой называется одноногий сильвер более новой более новая версия этого B100 ну кто-то любит тот прибор кто-то любит кто-то любит этот штатив кто-то любит этот штатив ну вот это вот новое прочтение у Эванжера Манфрота Виндап это средний между штативом такой обычной стойкой так скажем и 6-метровым штативом он поднимается где-то до 4,60 то есть это все равно высокий штатив он нелегкий и у 6-метрового штатива и у Виндапа есть ручка то есть вам не нужно по отдельности каждое колено поднимать вы крутите ручку и он выходит если в случае 6-метрового то каждое колено крутится отдельно а вот на одноногом сильвере крутятся все вот это классический штатив А100 ну вот да вот вот это похоже на А100 но А100 чуть-чуть более низкая база вот вот это на самом деле там много было эволюции этого штатива это B100 здесь B105 в простонародье бастер в переводе ублюдок его часто называют маленький штатив то есть штатив но невысокий его очень часто когда там на скалифты осветительные приборы ставят осветители гриппуют вот тоже там есть одно колено но он невысокий совсем вот то что я вам про систенды рассказывал тоже есть гуляй нога есть возможность на эплбоксах поставить эплбокс я вам не показал но мы до них дойдем есть вот такая вот база низкая но это все лоубои все его просто то что в простонародье вы называли кормилиц кормилиц потому что это всегда лежало в светобазе никогда не доставали а деньги за него капали наверное поэтому называли кормилиц сейчас телегу стали меньше любить продюсеры больше стали любить слайдеры маленькие и вот профессиональные киношные слайдеры очень часто на такие штативы мы ставим вот это то что я вам рассказывал про базу есть такая база есть база на колесиках тоже вот она как в этом виде и взаимозаменяемый то есть если вы ассистент вот этот вот который с отключаемой базой берете можете на колесики поставить он у вас будет замечательно кататься значит про систенда вот то что я вам говорил есть 20-е 30-е 40-е 60-е экстеншены вот эти палочки сами которые выносы есть только 20-е и 40-е то есть их нету 30-х нету 60-х то есть вы когда 60-й систент берете он будет либо с 20-м экстеншеном этим либо с 60-м вообще комплект операторы пишут систент плюс грибхед плюс экстеншен вообще то есть вот это когда говорят систент для оператора это комплект для фотографа это все обычно по отдельности потому что это по отдельности заказывается хотя многие ренталы и фотопрокаты сейчас сдают знаю что сдают как бы целиком вот мешки нормальный у нас маленький мешочек это мешочек манфротовский они есть и маленькие и большие соответственно чем тяжелее прибор тем вам нужен груз тяжелее вот хайроллер который тоже позволяет раму большую достаточно поворачивать очень хорошо не задевая за соответственно за штатив то есть самое основное в рамах это как как это будет все держаться насколько хорошо рамы бывают двух видов бывают модульные которые собираются из палочек из черных вот в кино бывают такие вот алюминиевые а бывают уголки продаются и у манфрота и у эвенджера и уголки вы покупаете просто отдельно трубы покупаете алюминиевые и собираете ее любого размера какой какой вам надо значит размеры у них стандартные киношные это 6 на 6 рама ну вот если про большие мы говорим 8 на 8 это не метры это опять футы соответственно 6 на 6 это метр 80 на метр 80 8 на 8 рамы это 2,40 на 2,40 12 на 12 рамы это 3,60 на 3,60 ну операторам всегда мало всегда операторы хотят очень большие тяжелые рамы собрать и собирают для того чтобы это все выдержало собирается это на ферме на раму минимум 2 человека должно быть как бы чтобы ее держало потому что один человек просто порыв ветра не удержит всегда 2 ассистента минимум на большую раму должно быть а то и больше супер большие рамы там собираются и на кранах растягиваются в кино но это очень тяжелая конструкция и соответственно все с ними гораздо сложнее можно два эффекта от любой рамы получить это либо мы рассеиваем что-то либо мы что-то перекрываем вот я вам приведу пример картину викинг снимал викинга однокурсник мой Игорь Гринякин вот у него задача была он хотел чтобы когда не было религии на Руси когда как бы были язычники чтобы нигде в кадре не было солнца и они собирали очень большие рамы и всю картину они снимали перекрывая солнце этими рамами то есть задние планы они дымили как бы все в тень уводили а солнце появляется в конце только когда крещение Руси когда приходит Бог вот тогда появляется солнце вот такая идея 102 такая задача рассеивания то есть если мы хотим не жесткое солнце иметь а более мягкий рисунок точно так же как мы делали на портрете как мы текстиль разное вешали поплотнее потоньше точно так же мы можем соответственно и с рамами как бы поступать То есть это мы регулируем, как бы работаем, как вот вы с приборами, работаете с отражателями, с рассеивателями, так же мы и с рамами работаем. Вот всё, что вы с маленьким отражателем можете сделать, всё вы можете из большой рамы сделать, только на больших масштабах. Одно дело, вы с таким портретом работаете, а другое дело, вам нужно то же самое сделать с батальной сценой, где у вас в кадре 300 человек. Чем больше рама, тем больше площадь вы можете использовать, чем больше вы можете засветить. Чем больше у вас рассеиватель, тем более общий план вы можете сфотографировать. Одно дело, вы взяли вот такую вот рамочку метр на метр и фотографируете модель с отражателем вот в такой рост. А другое дело, вы взяли большую раму 12х12, 360х360 с отражателями и в полный рост сфотографируете модель. Такая была картина американская, называлась «Телефонная будка». Она снималась за 4 или за 5 смен, ее был полный метр, который за 4 или за 5 смен снят. Это очень мало. И они снимали в Нью-Йорке на больших улицах среди больших небоскребов. И как раз к гафферу пришли с вопросом, скажите, пожалуйста, а можно ли что-то сделать, чтобы продлить нам дневное состояние, дневной свет? Ну, потому что небоскребы, вот это вот раз, все, солнышко ушло, нет. Говорят, ну, если деньги будут, то мы что-то сделаем. И они сшили гигантские полотна этих отражателей на высоту вот этих вот, ну, не небоскребов, но очень высоких зданий там на Нью-Йоркских. И вдоль, пока как солнце двигалось, передвигали эти отражатели размером здания, передвигали, ловили солнышко уходящее. Таким образом продлевали день. Ну, если солнце село, то солнце село. Американская ночь есть, это не мое понятие, это американское понятие, когда при помощи большого количества света, при помощи специальных фильтров определенного режима, днем снимается ночь. А я ввел в понятие в российский кинематограф под названием русский день. Это когда практически без света, без какого-то режима вас из ночи заставляют делать день. И тогда приходят на помощь рамы, потому что если вы только жесткими приборами будете светить, это все будет очень видно, что там луч, здесь луч. Вы начинаете облеплять как бы актера с этой стороны, с этой стороны, с этой стороны. В итоге все равно это, к сожалению, на экране, если у вас времени мало еще, это плохо выглядит. Но бывают такие случаи, когда можно имитировать, очень хорошо можно имитировать, особенно если это не какой-то очень глубокий кадр, где-то у стенки происходит действие, то есть сидит человек у стены. Вот эту мизансону ночью под день можно очень хорошо высветить, используя как раз большие рамы, чтобы это было мягко с нескольких сторон поставить. Будет и рисунок, и заполнение, и от неба можете. Нам в производстве это приходится очень часто делать, поэтому мы с собой таскаем такие наборы. 12-я рама – это самое большое, что в постоянном комплекте операторов. 20-я рама – это уже такой очень массивный аппарат, и очень много людей нужно, и очень много обеспечений нужно. Это редко используется под какие-то там суперспециальные цели. Но операторы со смягчающими рамами очень часто работают на натуре тоже. По текстилю немножечко пробегусь. Значит, есть четверть шёлка, есть шёлк, есть софт-диффужин, который я вам показывал вот в такую в клеточку, да, рассеиватель. Отражатели. Блэк-блок – это чёрная тряпка как раз, которой мы там всё закрываем, просто чёрная тряпка. Грифолин – это такая клеёночка, которая как белый отражатель, но у неё клеёнчатая основа, и у неё получается рассеянно-глянцевое отражение, поэтому она много даёт такая клеёнка. Ультраблунст, да, ну вот он близкий к грифолину. Грифолин он ещё в такую тоже сеточку. Вот, то есть это белый, но он такой клеёнчатый. А грифолин, он будет ещё более глянцевый, и у него текстура тоже такая клетчатая будет, как бы это будет грифолин. Блэк-силк. Вот у нас есть чёрная сетка, но фактически блэк-силк – это чёрный шёлк, это тоньше, чем сеточка. Её используют, когда, наоборот, нужно чуть-чуть фоны посадить, потемнее сделать. То есть это большая сетка, которую можно, наоборот, за актёром поставить, темнее сделать. Хромаки тоже часто на натуре используются, и в павильоне используются, тоже это всё на рамы натягивается. Бывают два вида завязочек. Бывают завязочки вот такие ручные, которые нужно завязывать. А у Эвенжера есть такие ещё резинки специальные в комплекте, которые быстро как бы защёлкиваются. Мне тут одни осветители рассказывали тоже на серебряные коньки, собирали очень-очень много рам, и оператору на шапке сказали, а ты знаешь, сколько мы завязочек каждый день завязывали, и каждый вечер развязывали, как бы перед сменой, собирая эти рамы. Мы посчитали на морозе, мы посчитали. 10 132 завязочки, мы, говорит, не поленились, посчитали, сколько мы завязывали и развязывали каждый день. Вот такое есть гоба – это, в принципе, каше, с которым часто достаточно операторы работают. Есть гоба – облака, есть гоба – жалюзи. Но вы можете взять чёрный пинокартон, нарезать сами, что угодно из него сделать. Вот мы сделали из блок-блока, мы такой гоба сделали на большую, на 12-ю раму. Вот эта рама, которую вы уже видели. Соответственно, можно там отключить кусочек систенда, взять на выносе. Вот то, что я вам показывал, да, из базы достать и использовать как верхнюю точку. Мы в кино очень часто используем рамы не такие, не модульные, а жёсткие, опять же, собранные. Это алюминиевый каркас сваренный, размером 1,20 на 1,20 м. Или 1,20 на 1,20 м. 1,20 на 1,20 м. Почему? Потому что ширина рулона фильтра – 1,20 м. И как раз вы в полную ширину, короче, получается, нарезаете как бы этот фильтрик. Вот такие рамы очень часто используются, потому что там среди диффузионов, среди фильтров, есть гораздо больше в каталоге, нежели чем там шёлк. Есть очень тоненькие, очень тоненькие диффузионы. И вы можете поставить этот тонкий диффузион. Вот я делаю, знаете, когда я делаю рисунок, в окно заходит. Мне хочется, чтобы он был не такой жёсткий, а чуть-чуть подразмыть. И я тоненький диффузион туда за окно ставлю прямо близко к прибору и регулирую немножечко, чуть-чуть вот как дымка, как изморозь на окне такая немножечко появляется, и более мягкую тень как бы можно отрегулировать. На женском портрете тоже замечательно это всё работает. Очень красиво. Вот такая рама. А почему метр на метр второй размер? Потому что метр на метр влезает практически в любую машину и подрезают фильтры, но зато это более мобильный такой получается вариант. Но мы всегда, конечно, любим там 48 на 48, если есть возможность. Вот вам, кстати, дневная сцена, которая снимается ночью. Вот машина скорой помощи на, по-моему, третьем сезоне. Вокруг ночь, а у нас внутри машины день. И вот у нас она обставлена рамами со всех сторон. Вот так вот, видите, сильвер выглядит. Вот этот текстиль, про который я говорил, да, отражатель, который мы вместо пенопласта к пенопласту добавляем, натягиваем. К пенодержателям, вот кроме такой вилки, есть ещё вот такой держатель, который обхватывает пенопласт сверху, снизу, где ничего не надо протыкать. Тоже его достаточно часто в кино используют. Но это как раз под большие пенопласты, под метр на два, например. Сеточки, вот зелёная у нас с вами была, красная – это такая же, но только она более плотная, это в два раза два слоя. А жёлтая сеточка – это просто шёлк, такой текстиль, сделанный из шёлка. Флаги есть ещё как флопари, у них отключая, можно отклеить ещё юбку, такую продлить, да, то есть вы флаг можете в два раза больше сделать. Вот если, особенно часто на натуре мониторы накрывают, так вот вытягивают. Поляизационные фильтры, как ни странно, на приборах используются. Вот фотографы про поляизационные фильтры знают, небо прибивает, отражение прибивает, но можно к приборам использовать тоже поляизационные фильтры, есть такое. И вы можете блики убирать, то есть у вас один фильтр на камере стоит, а другой на осветительном приборе, и вы можете поляизационным фильтром убрать блик от прибора на объекте. Грибхеды, вот 200-ые мы с вами посмотрели. 400-ые – это большие грибхеды, обычно на которые рамы ставятся, есть двойные, дабл-грибхед так называемые, клэмпы тоже чёрные. Один вот этот клэмп, это супер-клэмп называется. Си-клэмпы – это вот эти тяжёлые большие клэмпы, которые позволяют крепить. Но даже маленький гриб вам уже очень много каких возможностей даст. Пеликан-гайфер-гриб тоже – это такой средний между вот этой прищепочкой. Площадки, волн-плейты – очень хорошая штука, если вы можете присверливаться к стенам, например, вы снимаете в каком-нибудь там заброшенном деревянном доме, или вам разрешили стенки засверливать, вы эту площадку взяли на саморезы шуруповертом, привинтили и всё, и на ней прибор вешаете. В общем, если есть к чему прикрепиться, если деревяшка позволяет это сделать, это тоже очень хороший способ крепления. Вот Magic Arm мы с вами смотрели с такой закруточкой. Вот Magic Arm, который с жёсткой фиксацией. Chain Wise Grip, кстати, можно сэкономить и купить вот эту штуку. Продаётся в автомагазинах. Называется «Съёмник масляного фильтра для машин». Он от профессионального гриба отличается от того, что в профессиональном гриппе здесь приварен палец, к которому можно прибор прицепить, а здесь не приварен. Но когда какие-нибудь трубы между собой сжать, или какой-то прибор, штатив к дереву прикрепить, вот он очень хорошо работает. Там такая цепочка, то есть всё тоже крепёж. Вот при присосочке я вам рассказывал, такой стандартный вид автогриппа простой. Тоже обязательные и экстеншены, и гриппхеды в этом во всём всегда присутствуют. Куплера – это зажимы для труб, для ферм. Используются там разные конфигурации, есть тоже с разными пальцами. Переходники. Вот есть 16-й, 28-й. Есть переходники, которые позволяют в гнездо большого штатива ставить прибор, который на 16-й палец рассчитан. Мотеллиния – это другие зажимы, типа гриппхеда, но это МСЕ, это другой производитель. Автополя, соответственно, есть разной длины. Что такое автополе, знаете? Телеполе, кроссполе. Это штанга, фактически, как у вас висит в ванной занавесочка. Вот такая же штука, только профессиональная, которая позволяет хорошо раскрепиться и повесить туда осветительный прибор. Соответственно, разной длины они бывают. Есть более крепкие поля, которые позволяют там очень тяжелые приборы повесить. Вот эта фотография мне сегодня понравилась. Если у вас нету телеполе, можно осветителей попросить вот так вот повесить. Про бумы мы с вами поговорили, сказали. Есть еще буммакс. Это такой совсем тяжелый штатив, который позволяет там большой вынос обеспечить. Очень удобно тоже с ним в кино работают. У фотографов не видел его. Но, кстати, на самом деле, когда смотришь очень дорогие съемки, американские фотографы, они прекрасно работают с гриппом. Все у них есть. Эппл-боксы – это всего лишь ящики, на которые мы как бы встаем и сидим очень часто на съемочных площадках. Но очень упрощают как бы работу. Они разной толщины есть. Все. Спасибо за внимание. Спасибо.